Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Аварийный день. В Черкассах и Киеве масштабные ДТП с жертвами. 10 человек ранены. Оскорбленный Альбион. За что ополчились на Трампа в Лондоне? Состоится ли теперь его визит в Британию? В снежной блокаде на Закарпатье километровые пробки. Люди застряли на горных перевалах. Когда придет помощь? Гепатит из колодца. В Харьковской области вспышка желтухи. Как вирус попал в грунтовые воды? Один человек погиб, и шестеро пострадали в результате ДТП в Черкассах. Сегодня около полудня в спальном районе города не разминулись грузовой бус и легковушками. Кроавтобус буквально смел ее на перекрестке. От мощного удара обе машины вылетели на тротуар. К счастью, в этот момент людей там не было. В легковом автомобиле находилось 5 человек, среди которых 10-летний ребенок. В автобусе двое. Водитель буса скончался на месте. Остальные с множественными травмами находятся сейчас в больнице. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. За предыдущими показами свидетельствий, водой автомобиля Ауди не надав переваги в Руси воде автомобиля Мерседес Спринтер. В наследок чего осталось зипнение. Масштабное ДТП произошло и под Киевом. На Гастомельской трассе столкнулись сразу 5 автомобилей. По предварительной информации, «Шевроле» пошел на слепой обгон и врезался во встречный ВАЗ. Водитель «Жигули» пытался избежать аварии. Он столкнулся еще с тремя автомобилями. Пассажирка одной из этих машин во время удара вылетела из салона. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Парень за рулем ВАЗа погиб на месте. И сегодня в Киеве к стенам телеканала «Ньюс Ван» пришла группа неизвестных, заблокировала здание. Как все было и чего хотели эти недовольные? Подробнее в материале. Баррикады и колючая проволока. Сегодня вокруг здания телеканала «Ньюс Ван» собрались неизвестные люди в камуфляже, которые называют себя представителями различных радикальных организаций. Они начали блокаду телекомпании. У подходов к зданию мешки с песком и колючая проволока. Сотрудники «Ньюс Вана» сообщают в эфире, что у здания видны вспышки и дым. Блокирующие говорят, что выходы с телеканала оставили. Полицейские прибыли на место, но вмешиваться пока не намерены. Напомню, информационная редакция подробностей осенью прошлого года также подверглась нападению со стороны радикалов. И не просто блокаде. Сразу несколько групп проникли в здание и подожгли его изнутри в трех разных местах. Вестибюль на первом этаже, а также студию и международную редакцию на втором. Со второго этажа огонь перебросился на третий. Десятки сотрудников оказались отрезаны от выхода и были вынуждены спасаться на балконе и крыше. Многие надышались угарным газом и были близки к потере сознания. Одна из наших ведущих журналисток, Елена Зорина, получила травму позвоночника. И реабилитация заняла несколько месяцев. В здании пришлось делать капитальный ремонт. Следствия продолжаются уже больше года. Сразу после случившегося, наша редакция передала следователям видео с камер наблюдения, на которых видны лица нападавших. А в октябре прошлого года Шевченковский райсуд столицы обязал СБУ расследовать поджог службы новостей по статье «Теракт». Но следствие за это время не продвинулось ни на йоту. До сих пор не названы подозреваемые, не говоря уже о задержанных. Очередное обострение на Донбассе. Только в первой половине дня два десятка обстрелов. Горячо как на Луганском, так и на Донецком направлениях. Боевики по-прежнему стреляют из запрещенного оружия. За минувшие сутки ранены трое украинских бойцов. Все подробности знает Геннадий Вивденко. За неделю украинская армия значительно улучшила тактическую ситуацию в ответ на провокации врага. Наши бойцы действовали в рамках минских соглашений. А вот оккупанты используют запрещенные минском калибры. За сутки дошло даже до применения самоходных арт-установок в 152 миллиметра. 20 прилетов в районе Новолуганского. Стоим, держим рубежи и наблюдаем. Нас утюжат, а мы наблюдаем. То есть они скоро пристреляются до такой степени, что тяжело будет. Я считаю, что нам нужно забирать свое к себе назад в страну и взять свои рубежи, там где мы, какие были у нас границы до 2014 года. Ведет огонь противники и пожилым кварталом. Также из запрещенного оружия. Такие провокации с боку противника, они просто еще больше залякают местное население, которое, в принципе, втомилося от войны и хочет мира. Ворог не обмеживает свои действия лишь обстрелом в наших позициях сил АТО військовослужбовцев, но и ведет огонь по населенным пунктам. В частности, вчера вечером две 120-мм минные 120-мм пришли в район населенного пункта Гладосово. В районе Бахмутской трассы после тяжелых боев с оккупантами ситуация по-прежнему накалена. Противник подтянул бронетехнику. Больше стало гусени ездить. И я понимаю, что теперь они там станут больше особого склада. Потому что, понимаете, при таких подъях, если есть втраты, то каждый из сторони ждет каких-то помст, какой-то ответственной деятельности. Понимаете? Накануне прошло награждение офицеров и солдат 54-й мигбригады в освобожденном Светлодарске. Как говорят здесь, эта бригада была рождена на фронте три года назад. Это она особо отличилась в боях на Светлодарской дуге год тому. И сейчас проявила себя в освобождении поселков под Горловкой. Вас противник боится, уважает. С вами можно выполнить любые задачи. В области много населенных пунктов, где мы с вами установим украинский флаг. И кофе в городе Горловка мы еще с вами попьем. Боятся вас представители так называемых отдельных мотострелковых бригад. Боятся вашего ума, вашей организованности и целеустремленности к победе. Историю бригады пишем мы сегодня с вами с чистого листа. Что мы на этот лист напишем, такая история и будет. История бригады – это ваши лица. После освобождения украинской армии трех поселков на линии Светлодарска, Авдеевка, бойцы готовы к действиям противника. Говорят, никто не отступит. Обыкновенная работа. Нас Бог бережет. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. И буквально пару часов назад боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом только что сообщили в компании «Вода Донбасса». На территорию станции, которая постоянно находится под прицелом врага, попали два снаряда. Один возле проходной, второй около гаража. Осколками повреждены плиты, которые установлены на окнах вместо стекол. Сотрудники станции находятся сейчас в бомбоубежище. Береговое Нормандской четверки вскоре возобновятся на уровне помощников глав государств. Об этом заявил министр иностранных дел России. Он считает, что урегулировать ситуацию на Донбассе могут только минские договоренности. С ним согласны и в американском Госдепе. Там напоминают, что эти соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН и до сих пор остаются безальтернативным документом. Поэтому уже 8 декабря госсекретарь США и глава российского МИДа встретятся в Вене на полях саммита Совета министров стран ОБСЕ. Один из главных вопросов – это ситуация на Донбассе. ЧП в Нью-Йорке. Снова, как и в конце октября, автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей. Силовики всполошились, они подозревают новый теракт. Так ли это, выяснял Дмитрий Анопченко. Кадры из Нью-Йорка сейчас во всех выпусках теленовостей. Ведь прошлое ЧП, когда исламист давил людей на Манхэттене, еще не стерлось из памяти. И новое известие взволновало город. Но вскоре полиция выяснила, скорее всего, религиозных мотивов тут нет. Пол пятого утра. Пригород Нью-Йорка Квинс. Не самый благополучный район. Прямо на земле, около бара, драка двух подростков. Возле них стали собираться прохожие, чтобы разнять. Я видела, как несколько ребят дерутся. И внезапно смотрю, белая машина подъезжает к тротуару. Они закричали, это сумасшествие какое-то было. Эти крики, и потом машина направляется прямо на тротуар. По данным силовиков, машина мчалась со скоростью 80 км в час. Сбило как минимум 6 человек, один из которых погиб на месте. Остальных доставили в местный госпиталь. Часть пострадавших в критическом состоянии. Нью-Йоркская полиция ведет поиски преступника, но пока о нем известно мало. Разве что словесный портрет составили. Свидетели сообщают, у него длинные волосы, завязанные в хвост. А номер автомобиля в панике никто и не разглядел. Казалось бы, если в итоге выяснилось, что это бытовое преступление, то зачем о нем сейчас столько говорить? Но этот случай показал, что после недавней трагедии в Нью-Йорке выводов-то никто и не сделал. И если бы за рулем действительно был террорист, или время дневное, то жертв могло бы было быть намного больше. Как бороться с этой угрозой, вопрос пока открытый. В мэрии Нью-Йорка даже обсуждали возможность по всему Манхэттену отбойники поставить, чтобы машина просто не могла выехать на тротуар. Сработало бы препятствие. Явно нужно больше камер наблюдения, когда автоматическая система, анализируя трафик, распознавала бы угрозу и давала команду ближайшим полицейским экипажам мчаться на эту точку. Разговоров много, но конкретных решений пока нет. Чиновники, как всегда, тянут. Видимо, до следующего ЧП. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Соединенные Штаты отказались участвовать в глобальном соглашении о миграции. В Вашингтоне считают, что оно не соответствует интересам страны и политике администрации президента Трампа. Об этом сообщается на официальной странице постоянного представительства США при ООН. Соглашение о миграции, я напомню, предусмотрено Нью-Йоркской декларацией, к которой США присоединились во время президентства Обамы. Документ подписали еще 193 страны. Его участники обязались унифицировать политику по отношению к беженцам и обеспечить достойный прием мигрантам. Глава Белого дома снова разозлил британцев. В этот раз его поступок не оставила без внимания даже премьер Тереза Мэй. Она публично раскритиковала американского президента. Что спровоцировало перебранку и чем это грозит, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Почти год назад 45-й президент США получил приглашение посетить Великобританию с государственным визитом. Но воспользоваться им не смог до сих пор. Британцы очень остро реагируют на каждое расистское или сексистское высказывание Дональда Трампа и обещают массовые протесты в случае его прибытия. В последнее время шумиха поутихла. Но вот, американский президент дал очередной повод призывам не пускать его в страну. Скандал вызвали публикации в Твиттере. Трамп запостил три провокационных антимусульманских видеоролика ультраправой организации «Британия прежде всего». Ее членов не единожды арестовывали за разжигание расовой ненависти. В одном из роликов мусульмане сталкивают с крыши мужчину. Давайте откровенно. Это президент Соединенных Штатов, который умышленно поделился видео, разжигающим ненависть с миллионами людей. Этот поступок говорит о том, что он либо расист, либо некомпетентен, либо немыслящий, либо все вместе. Негодование по поводу публикации высказала даже ближайший иностранный соратник Трампа, британский премьер. Тереза Мэй часто называет отношения двух стран особенными, но не побоялась испортить их, критикуя американского президента. Тот тоже в ответ не смолчал. Там же, в Твиттере, посоветовал британскому премьеру не лезть не в свои дела. Президент Дональд Трамп был неправ, когда перепостил видео о радикальной организации Британия прежде всего. И мы четко об этом заявили здесь, в парламенте, и точно так же четко премьер сообщила в соцсетях. Мы будем продолжать высказываться свободно и откровенно в таких случаях. Американский президент собирался в Лондон в январе на открытие нового здания посольства США. Это должен был быть не государственный, а рабочий визит. То есть без пафосного ужина у королевы и выступления в парламенте. Там его точно не ждут. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Германия заплатит беженцам за возвращение на родину. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Компенсацию мигрантам предлагают достойную до 3000 евро. Уже сегодня за отказ от заявки на убежище в Германии каждому взрослому переселенцу выдают 1200 евро и 600 на ребенка. Всего в стране около 115 тысяч мигрантов. Они не получили убежище, но избежали депортации. Только в этом году 8,5 тысяч человек взяли деньги от правительства и добровольно покинули страну. Столкновение на митинге неонацистов в Швеции пострадал полицейский. Ультраправая группа Северное движение сопротивления вывела на демонстрацию в Стокгольме около 40 человек. Хотя разрешение на проведение марша не получила. Их встретила группа антифашистов. Противников пытались разделить полицейские. В ответ демонстранты напали на правоохранителей. Напомню, в сентябре десятки людей были задержаны после столкновения с полицией во время марша этой же ультраправой группы в Гетербурге. Зима разбушевалась во Франции. Сразу 13 автомобилей столкнулись из-за гололеда и тумана. Пять человек пострадали, трое из них. В тяжелом состоянии авария произошла неподалеку от города Бегль. Изначально столкнулись три машины. Когда один из водителей вышел на автостраду, его сбил проезжающий мимо автомобиль. После этого последовали новые столкновения. А во французских Альпах предупреждают о риске лавин. Спасатели обнаружили тела троих альпинистов, погибших под снеговым завалом. Их искали более суток. Туристов сейчас призывают отказаться от погодов в горы. А накануне из-за непогоды во всей Франции объявили второй оранжевый уровень опасности. На дороге все машины стоят, много снега, все заблокировано. Уже, конечно, все не так плохо, как было, когда мы только вышли на улицы. Я не жалуюсь. Погода всегда застает врасплох. На выходных местным жителям лучше оставаться дома и провести время с семьей и детьми. Завалило снегом и Закарпатье. На дорогах километровые заторы. Грузовики не могут преодолеть перевалы. Что там сейчас происходит, видно на этих любительских кадрах. На трассе Киевчоп при въезде на Закарпатье со стороны Львовской области стоят большегрузы. В некоторых местах полностью перекрыв движение даже легковому транспорту. Движение для грузовиков временно ограничено. По прогнозам синоптиков, снегопад этот продлится всю ночь. Спасатели заявляют, что на перевалы уже отправили тягачи. Абраньский и Талатирский перевал. Утворились багатокилометровые заторы. Водители и велико-ваговых фур, и, соответственно, малых машин в два ряда стоят. Дорогой мы не видели никакой снегоприбирательной техники. Ледко протискались, и то так с трудом малые машины. Я думаю, что большинство водителей придется все-таки провести ночь на дороге. Вспышка гепатита А в Харьковской области. В Балаклейском районе за полтора месяца заболели почти 30 человек. Вирус нашли в питьевой воде, в колодцах и скважинах во дворах. Как он попал в грунтовые воды, местные власти точно сказать не могут. А вот жители показали нашему корреспонденту, откуда этот вирус мог просочиться. На этой улице, на окраине Андреевки, гепатитом А переболели в трех семьях. Первой слегла дочь этой женщины. Девушка сразу же обратилась к врачам, но в больнице правильный диагноз поставили только через две недели. 39 температура. Через 12 часов она просто затошнила, вырвала. Сказала, что у нее трахеид, антибиотиковая. Через пять дней, у нее температура опять начала вечером подниматься. Она уже в понедельник пошла желтым глазами. И ды, потому что это Боткина. Когда на больничных койках оказались уже больше 20 жителей Андреевки, врачи обследовали всех, кто контактировал с заболевшими. 389 контактных. И вот среди контактных активно выявили 10 больных с вирусным гепатитом А без желтушной формы. Это те больные, которые не чувствуют себя, что они больны. Никто не знает об этом. Однако они являются источником инфекции. Специалисты Госпотребслужбы уже обнаружили, где находится возбудитель гепатита. В четырех пробах воды с свердловин индивидуальных был выявленный сбудник гепатита. Забруднение водоносного горизонта. Но тут остаточное решение, где и как это стало, ответить на это не возможно. Ответ на этот вопрос знают жители Андреевки. Александр Евгеньевич ведет нас на свалку в полукилометре от домов, где заболели семьи. Сводятся и промышленные отходы, и все население сводит. И это все стекает, и тут все собирается, все за гадость. Ну и вы думаете, что это все попадает все равно в грунтовые воды? Это обязательно попадает. А куда же надевается? Вот, потому и люди болеют. Люди говорят, давно просят убрать свалку. Мы всей улицей подписались и написали письмо. И нам пришел ответ, что свалка незаконная. Ну так, как возили, так и возят. Трупы собак, животных вывозят. Ну все. А буквально через дорогу от домов заболевших людей их соседи сливают в канаву нечистоты. Сейчас власти поселка заняты ликвидацией ЧП, раздают листовки, просят жителей кипятить воду. И собираются провести вакцинацию. Это дети. Это работники бюджетных организаций. И работники и владельцы торговых точек селища Андреевка. Это магазины, кафе, кафе, бары. Те, которые беспосредственно связываются с населением. За нашими подрахунками, это где-то близко полторы тысячи человек. А дети и внуки Ирины Андреевны по-прежнему пьют воду из того колодца, где СЭС нашла кишечную палочку. Семье предоставили только реагент для обеззараживания. Но из-за того, что женщина не в силах сама откачать воду и выгрести весь ИЛ со дна, семью вынудили подписать документ о том, что от дезинфекции они отказались. Светлана Шикера, Полина Спасенко, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. В Кропивницком из-за аварии на котельной полдня мерзла четверть города. Утром упало давление воды в системе. Пришлось остановить одну из котельных. В результате без тепла остались три сотни многоэтажек, шесть больниц, столько же школ и с десяток детских садов. Чтобы ликвидировать аварию, коммунальщикам понадобилось шесть часов. Сейчас котельную уже запустили. Нет тепла только в шести многоэтажных домах. Там неполадки обещают устранить только завтра. Во Львове повалили памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу. Уроженец области. Он был членом КПУ в Западной Украине. Памятник ему был установлен возле одного из городских парков. Неизвестной ночью спилили скульптуру и сбросили ее с постамента. Полиция не намерена открывать уголовное производство, поскольку памятник этот не представляет культурной и исторической ценности. Его уже забрали коммунальные службы. А в Вильнюсе хотят переименовать все улицы, названные в честь деятелей, которые сотрудничали с советским режимом. Этот вопрос сейчас обсуждают в мэрии. Речь идет о нескольких поэтах и писателях, которые помогали укреплять советскую идеологию. Рабочая группа обратилась к экспертам, чтобы те решили, можно ли этих людей считать предателями Литвы. И уже после этого они собираются решить, проводить ли данные переименования. Всего сутки дал президент лондонского арбитражного суда Дэвид Кэрон для незамедлительной приостановки всех незаконных действий в отношении бизнесмена Игоря Бойко. Соответствующее постановление опубликовано в сети. В своем решении глава суда указал факты незаконных действий против владельца житомирской кондитерской фабрики, а именно арест, избиение и похищение бизнесмена. Митинги в Тель-Авиве. На улице вышли десятки тысяч человек. Причина – законопроект, который завтра будет обсуждать израильский парламент. Его суть – запретить полиции вести расследование против высших чинов страны. Сергей Ауслендер расскажет подробности. Митинг получился весьма многолюдным. На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, это одна из центральных улиц, собрались около 20 тысяч человек. Организаторы назвали его «марш позора». Главный повод – так называемый закон о рекомендациях, который сейчас рассматривает израильский парламент Нессет, и который, если будет принят, должен запретить полиции вести расследование против первых лиц государства. По мнению оппозиции, которая, собственно, и организовала акцию протеста, законопроект этот направлен исключительно на то, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовных дел против действующего премьер-министра Бениамина Нитаньягу. В понедельник в Кнессете будет голосование по поводу закона, который фактически кастрирует возможности полиции и не позволит им выполнять свою работу, зато позволит нечестным политикам фактически скрывать все, что они сделали. Поэтому мы здесь, чтобы выразить протест. Мы пришли, чтобы сказать, мы против того, чтобы правительство получило закон, который снизит эффективность работы полиции в Израиле и повлияет на демократию в стране. Собравшиеся несли лозунги «Страна наша, а не Нитаньягу». Мы будем вас судить, потому что вам никто не верит. И народ против правительства, а правительство против народа. Что любопытно, отставки действующего премьера никто как раз вопреки обыкновению не требовал. Хотя на митинге много говорили о коррупции и о том, как с ней бороться. Требование-то было, по сути, одно – отменить сомнительный или скандальный законопроект. Оппозиция, чьи лидеры тоже выступали на митинге, заявила, что никто не имеет права стоять над законом, что перед законом все равны. Это вообще базовый принцип демократии. В правительстве решили эту акцию протестной игнорировать. Все-таки граждане имеют на это право. И при этом никто ничего не нарушал. Любопытно, что анонимные источники в полиции сообщили журналистам, что полицейские поддерживают требования протестующих, поскольку если этот законопроект все-таки будет принят, то он существенно осложнит работу правоохранительных органов. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Погиб руфер Александр Погребов. Его обвиняли в том, что он раскрасил в синий-желтый цвет звезду на московской высотке. О смерти Погребова сообщили на фейсбук-странице группы экстремалов, в которой он работал инструктором. Разбился руфер в Кабардино-Балкарии. Обстоятельства гибели пока не раскрываются. Напомню, в августе 2014 года в Москве задержали четырех парашютистов, которые прыгали с крыши высотки. Он был среди них. В тот день звезду на шпиле высотки раскрасили в синий-желтый и установили украинский флаг. Позднее ответственность за эту акцию взял на себя украинский руфер Григорий Мустанг, а четверых экстремалов оправдали. Как отметили день рождения танго на его родине, зачем растительное масло японским сакурам? И когда смотреть в небо, чтобы не пропустить супер-луну? Обо всем этом в нашем обзоре. В ритме танго. Центральный бульвар Буэнос-Айреса, Авнидо де Майо, превратился в танцевальную площадку. Так отметили национальный день танго на его родине. Именно на улицах Буэнос-Айреса родился этот танец. Причем сначала его исполняли исключительно мужчины. Массовую вечеринку в аргентинской столице устраивают ежегодно. Это событие называется Мелонго. Рождественское чудо. С началом зимы в Японии расцвели сакуры. Только вместо цветов на деревьях тысячи лампочек. Двухкилометровая аллея вдоль реки Мегура сияет розовыми огнями. Энергия для лампочек экологически чистая. Чтобы они горели, местные рестораны и кафе целый год собирали использованное растительное масло. Об альтернативных источниках энергии японцы задумались после аварии на Фокусиме. С тех пор на электричестве жестко экономят. А компания Google уже полностью перешла на зеленую энергию. Об этом официально сообщили в Твиттере. В экологический проект за 7 лет вложили более 3,5 миллиардов долларов. Теперь мировой гигант использует исключительно энергию солнечных батарей и ветровых станций. Сёрфинг с видом на Эфелеву башню. В Париже 700 спортсменов не побоялись холода и устроили состязание по саббордингу. Это гребля стоя. Старт с рассветом. Дистанция немалая. 13 километров по сине для профессионалов и 11 для любителей. Желающих поучаствовать в этом ежегодном соревновании так много, что последние несколько лет билеты разыгрываются в лотерею. Больше и ярче. Сегодня вечером на небе взойдёт супер-луна. Увидеть её получится, если позволит погода. Полночь спутник Земли максимально приблизится к планете. Правда, разница в размерах будет не особо заметной. Всего лишь на 7% больше и на 15% ярче. Но в следующий раз такое явление произойдёт не скоро, в 2034 году. Voyager 1 снова в деле. В НАСА сообщили, что впервые за 37 лет запустили резервные двигатели аппарата. Они нужны, чтобы зонд мог настраивать свою антенну в направлении Земли. Нынешняя система износилась, поэтому теперь подключили двигатели, которые аппарат использовал, когда маневрировал между спутниками Юпитера и Сатурна ещё в начале своей миссии. Запустили Voyager в 1977 году. Сейчас он уже далеко за пределами Солнечной системы. И благодаря запасным двигателям сможет работать ещё 2-3 года. Ну а главная новогодняя ёлка уже на пути в столицу. На Прикарпатье срубили 90-летнюю белую пихту, которая выросла в Баграчанском лесхозе. 30 метров в высоту, диаметр ствола почти полметра. В Киев дерево собирались привезти уже сегодня, но из-за снегопада пришлось сместить график на один день. Огни на главной ёлке Украины зажгутся традиционно 19 декабря на Софийской площади в день Святого Николая. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова